Ни один дикий слон в Азии больше не может чувствовать себя в безопасности. Британская организация Elephant Family в новом отчёте сообщает, что на этих животных всё чаще нелегально охотятся не только ради бивней, но и ради их кожи. Поэтому под угрозой и самки, и детёныши. Согласно отчёту, хуже всего обстановка в Мьянме. Браконьерство там процветает из-за растущего спроса в Китае. Китайские торговцы высушивают кожу слонов и делают из неё порошок. Его используют в традиционной медицине для изготовления лекарства от желудочных заболеваний. Иногда порошок смешивают со слоновьим жиром и готовят мазь для лечения кожных болезней. Из толстой слоновьей кожи также делают украшения. Продукцию с содержанием кожи слонов продают на рынках, в магазинах и всё чаще через интернет. Некоторые торговцы вместе с объявлениями о продаже размещают видеокадры, на которых заснято, как разделывают слоновьи туши в Мьянме и Лаосе. Это, видимо, должно подтверждать подлинность продукции. Организация Elephant Family нашла 50 китайских торговцев, которые продают свой товар через социальные сети. Они пишут объявления на китайском языке и указывают цены в юанях. В Китае запрещена торговля слоновой костью. Но авторы доклада полагают, что запрет не касается кожи слона. Это и порождает большой спрос на продукцию с её содержанием. В Мьянме осталось всего две тысячи диких слонов. Каждый год их популяция сокращается. Главная причина – браконьерство. На вторые отчёты предупреждают, если ситуация не изменится, то азиатские слоны могут исчезнуть в половине районов, где они сейчас обитают. Доклад организации Elephant Family вышел после четырёх лет исследований.